МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Культура. Время новостей в студии Егор Бедуля. Здравствуйте. Слезы до сих пор не высохли. Я этого не стыжусь. Это гениально. Царь Эдип покорил зрителей фестиваля «Золотая маска» в Латвии. Сценарист тоже всегда адвокат своих персонажей. Сергей Гармаш впервые выступил в роли сценариста в фильме «Два билета домой». Все внутренние фасады, конечно же, мы бережно сохраним. В Москве началась реставрация дома с атлантами на Солянке. Даниил Трифонов и Аида Гарифулина выступили в Пекине на юбилейном галоконцерте звукозаписывающего лейбла «Дойче Граммофон», которому в этом году исполняется 120 лет. Репортаж Анастасии Саховской. Зал высшей гармонии, монументальность и готическая мощь. Самые известные кантаты Карла Орфа, Кармина Бурана. Колесо фортуны повернулось. Сцена на мраморных резных ступенях, места в портере на брусчатке. Такой счастливый билет зрителям выпадает впервые в этом веке. Музыка, огни и роскошь — это многовековые традиции этого места. Храм императорских предков Таймяо — это сакральное место в Пекине у восточной стены запретного города. Когда-то здесь правители Китая совершали торжественные церемонии в честь усопших. Сегодня здесь служат музом искусства. В последний раз концерт классической музыки проходил в этих стенах 20 лет назад. Их разделяют 200 лет и целый континент. Но, кажется, они были созданы друг для друга. Европейские тексты из рукописи 13 века и китайский храм века 15-го. Над выкрашенными в императорский золотой черепичными крышами взмывает хрустальная сопрано принцессы мировой оперной сцены Аида Гарифулиной. Красиво и прекрасно воспринимала публика. Музыка, ну что же говорить, она просто очень близка мне. И, к сожалению, сегодня очень холодно. 8 или 9 градусов, поэтому утеплялись как могли. В главилеттах, тёплых перчатках без пальцев и пианист Даниил Трифонов, лауреат всего от «Щелкунчика» до «Грэмми» второй концерт Рахманинова. В его эталонном романтическом исполнении для восточной публики путеводитель по русской классике. В этой музыке настолько много искренностей и естественной и глубокой экспрессии Рахманинова. Это очень мало кого оставляет равнодушным. В Китае колоссальный интерес к классической музыке. Шанхайский симфонический оркестр в десятке лучших коллективов мира. И к образованию только в Пекине сейчас 40 тысяч юных пианистов. Я сама играю на фортепиано. И когда я слушала выступление, моё сердце билось в такт очень быстро. Трифонов – один из моих самых любимых пианистов современности. И сегодня он превзошёл себя. Думаю, это отличный способ с помощью музыки выстроить мост дружбы между Китаем, Россией и всем миром. Миллионы зрителей могли посмотреть трансляцию в интернете, а у Трифонова сборник концертов Рахманинова выходит на диски классикой современности. Сходятся в точке отчёта новейшей истории российской музыкальной школы. Анастасия Саховская, Михаил Артюхин, Пекинское бюро вестей. В Риге продолжается фестиваль «Золотая маска» в Латвии. После триумфа балета Большого театра настала очередь драматических спектаклей. Из столицы Латвии Валерия Кудрявцева. В этом году «Золотая маска» щедра по нескольку показов лауреатов и номинантов прошлого сезона от ведущих драматических театров России. Театр Маяковского и Театр Наций, который единственный случай в истории смотра, во второй раз представляет один и тот же спектакль. Рассказы Шукшина в постановке Алвиса Херманиса по просьбе зрителей. Очень много отзывов, очень много статей выходит, очень много звонят нашим партнёрам здесь. И у нас, конечно, фидбэки серьёзные, и мы очень рады. Здесь очень дружелюбная публика, и она всегда ждёт, когда приезжает маска. Безусловный лидер – театр Вахтангова. В рамках «Золотой маски» он приезжает в Латвию уже в пятый раз. Чаще, чем любой другой российский театр. На этот раз со спектаклем Римаса Туменуса «Царь и Дип». В главных ролях Евгений Князев, Людмила Максакова и Виктор Добронравов. Осень в Риге – это потрясающе просто. Я люблю гулять, всегда это делаю с удовольствием. Ну и мы часто приезжаем, и всегда с большой такой любовью нас принимают, с теплотой. «Царь и Дип» уже стал легендарным спектаклем в Москве. Недаром сразу три номинации на «Золотую маску». В том числе за лучший спектакль, лучшую работу режиссёра и художника. В Риге об этом, конечно, знают. И потому в зале ни одного свободного места. Античная история о величии духа и милосердии, о сильном человеке и неотвратимости рока. Понятно, кажется, вне языка. Вот слёзы до сих пор не высохли. И я этого не стыжусь. Это гениально. Культурный взаимообмен между нашими странами является сейчас, наверное, наиболее плодотворной и результативной, если можно так сказать, формой нашего двустороннего сотрудничества. Рига чудесный город, куда с удовольствием приезжают и туристы, и артисты со всех стран мира. Но традиционно между российским и латвийским театром были особенно тёплые связи. С ведущим артистом театра Вахтангова Евгением Князевым мы встречаемся там, где традиционно назначают встречи в сережане, у лаймовских часов. Евгений Владимирович частый гость в Риге. Театральные гастроли, киносъёмки, друзья. Здесь его узнают на улице не меньше, чем в Москве. Люди, которые знают, что я завтра буду выступать в Литве, и это люди из Литвы. И говорят, вы же должны быть завтра, вы же должны у нас выступать завтра. Я говорю, да, я завтра буду в Литве. Как? Вот так вы сегодня здесь, завтра в Литве? Я говорю, а послезавтра в Таллине. В предыдущий приезд мы были в театральной академии. Мне хотелось бы, чтобы связь театральной школы латвийской и российской, нашей в данном случае, щукинской, чтобы она существовала. Мы договорились, что я буду приглашать на фестивали, к которому мы будем проводить студенческих работ, подиумы, чтобы они приезжали. Планы на будущее есть у организаторов фестиваля «Золотая маска» в Латвии. В юбилейный 15-й фестиваль. Привезти в Латвию ретроспективу. Лучшие спектакли за годы существования смотра. Валерия Кудрявцева, Александр Шаповал, Александр Павликов. Новости культуры. Рига. Латвия. 25 октября при поддержке телеканала «Россия» в прокат выходит фильм Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Автором идеи и соавтором сценария впервые в своей карьере выступил Сергей Гармаш. Он же исполнил главную мужскую роль. Подробности у Алии Шерифулиной. В качестве кинодраматурга Сергей Гармаш выступает впервые. И это, говорит артист, была одна из самых авантюрных и захватывающих ролей за 30 с лишним лет в театре и кино. Идею фильма «Два билета домой» он вынашивал почти два года. Писал сценарий в перерывах между основной работой. Я к этому не относился до конца серьёзно. Потому что, когда я рассказал идею, Месхиев говорит, пиши, я это сниму. Я говорю, я никогда в жизни ничего не писал. Он сказал, ты пиши. Ну и я начал это делать, абсолютно не думая о том, что это получится. Два билета домой – история о конфликте отцов и детей в стиле рот-муви. Люба Васнецова живёт в интернате, считая себя круглой сиротой. В день выпускного она узнаёт, что её отец жив. И не просто жив, сидит в тюрьме за убийство матери. И выйдет на свободу через три дня. Они, конечно же, встретятся. Для того, чтобы эту историю рассказать честно и правдиво, съёмочная группа посещала детские дома, консультировалась с уполномоченными по правам ребёнка. Сергей Гармаш лично проводил кастинг. При этом сам исполнять главную роль в фильме не собирался. Я писал его из себя. Я писал, как я бы в этой ситуации, как я в предлагаемых обстоятельствах. Но не под себя. Потому что, на самом деле, честное слово, когда уже стала история как будто бы складываться, и мы стали говорить о том, я говорю, Дима, ну, наверное, это не я должен играть. Он говорит, почему не ты? Я говорю, я думаю, что я для этого слишком велик возрастом, староват. А он сказал нет. Озлобленный многолетним обманом ребёнок решается на отчаянный шаг. Отомстить отцу за вынужденное одиночество. Но вот на самом ли деле Лоснецов виновен? На этот вопрос Сергей Гармаш отвечает категорично. Играл хорошего, но несчастливого. У Володина в замечательной пьесе есть. Важно не тем, кем человек был, а тем, кем он мог бы быть. Артист всегда адвокат своей роли. Всегда. Но я думаю, что сценарист тоже всегда адвокат своих персонажей. Потому что если сценарист не будет стоять на позиции мерзавца, которого он пишет, то этот мерзавец у него не получится. Ты куда? Да ведь верблюда. Куда? Билеты тебе купил, ты мне койку уступила. Всё. Краями. Кати, подруга. По словам создателей киноленты, им важно было поговорить откровенно с несколькими поколениями. Сделать фильм о милосердии, о необычайном желании и стремлении каждого видеть рядом близкого человека. Алия Шерифульна, Владимир Степанов, Новости культуры. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открыли выставку памяти народного художника России Виталия Воловича. Название экспозиции «Рыцарь книги» полностью отражает её содержание. Здесь представлено около 150 работ. Экспонаты разделены на три блока. Раннее творчество Воловича, более зрелые проекты и путешествия. Вдохновляясь природой и архитектурой, художник привозил эскизные наброски из поездок по Узбекистану, Израилю, Франции и Корее. Также в экспозицию включены последние и до этого дня ещё не выставлявшиеся работы прославленного графика. Виталия Воловича не стало в августе. До последних дней он принимал активное участие в подготовке экспозиции. Эта выставка готовилась к 90-летнему юбилею художника. Для него это был такой очень большой итог его творческой карьеры, его жизни. Поэтому он очень трепетно к ней относился, очень внимательно и выбирал каждую вещь. И много рассказывал в мастерской о том, как составались те или иные вещи. Это на самом деле было очень таким вот для него важным событием и очень жаль, что он его не дождался. В Москве началась реставрация знаменитого дома с атлантами на Солянке. Подробности у Лидии Алёшиной. Фасад, который скрыт за строительными лесами, уникален. Львиные маски, жезлы Меркурия и четыре величественных титана, поддерживающих балкон над парадным входом. Дом с атлантами. Архитектурный шедевр, созданный Василием Корнеевым в 1882 году. По заказу купца первой гильдии Алексея Расторгуева. Этот уникальный дом с атлантами вообще редкость для Москвы, потому что в Москве в основном больше всего встретишь девушек наших кариатит, которые поддерживают балконы и прочие дела. А вот он один из двух, который действительно стоит, балкон стоит на атланте. На первом этаже был чайный магазин домовладельца. Верхние этажи – жилые. Внутри были роскошные интерьеры с мраморными подоконниками, каминами итальянской работы. После революции дом национализировали. Роскошные квартиры превратили в коммуналки. В 21 веке дом в аварийном состоянии. С утраченными интерьерами. Снести, построить на этом месте гостиницу с паркингом. Какие только варианты не предлагались. Пока этому старинному зданию на Солянке не присвоили статус объекта культурного наследия. В мае у особняка появился новый хозяин. Все внутренние фасады, конечно же, мы бережно сохраним и восстановим. Также отреставрируем все внутренние архитектурные элементы, которые сохранились. В частности, это парадная лестница, которая поднимается с первого этажа. Своды манье, которыми перекрыты подвал и первый этаж здания. Сейчас в здании ведутся противоаварийные работы. Прежде чем приступить к реставрации, специалисты изучают состояние архитектурных элементов. Планируется, что реставраторы сегодня, буквально в течение полугода, именно снимут аварийную ситуацию на объекте. А затем уже займутся полномасштабным восстановлением исторического облика этого уникального московского памятника. Утраченные элементы полностью воссоздадут. Будет использоваться гипс, именно тот материал, который использовался в те времена. Никакие новые элементы мы не собираемся применять. Конечно же, они могут быть более влагостойкие по отношению к нашему климату. Но на то это и памятник архитектуры, объекта культурного наследия, чтобы вся идентичность была соблюдена. Закончить реставрационные работы планируют к концу будущего года. Зданию вернут не только его первозданный вид. В нём, как и при первом хозяине, будет торговый дом и жилые квартиры. Лидия Алёшина, Алексей Акимов, Новости культуры. Классика минимализма и абстракции, соревнования в мире духовых инструментов и долгожданная премьера. Всё это уже сегодня. Вспоминая Игоря Вулаха. Выставка под таким названием открывается в галерее Fine Art. Она приурочена к 80-летию со дня рождения художника-нонконформиста 60-х годов, которого считает одним из классиков абстракции и минимализма. В экспозиции как живописные, так и графические работы Вулаха. В российский прокат выходит анимационный фильм «Гофманиада». Это романтическая фантазия по мотивам личных дневников Гофмана и его произведений. Главный герой живёт как бы в двух измерениях. В реальности он служит в канцелярии, а в воображаемом мире представляет себя героем собственных книг. В Московской консерватории начинается международный музыкальный фестиваль медного духового искусства «Браздейс». Он проходит с 2011 года по инициативе трубача и дирижёра Владислава Лаврика. Смотр откроет Тульский филармонический симфонический оркестр и симфоджаз братьев Ивановых. На этом наш выпуск завершён. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...